И ливень, и ветер, и град, В Москве промелькнули за вечер, И понтипилат рад, И город все так же вечен. Не вечен, увы, всякий, Кто взялся за вечь дважды, Один раз в забаве детской, Второй от крови и жажды. В забавах у нас было, Упал, и тебя подняли, Теперь только шторм сабу моет, Ведь Виктис всегда вае. Так верь же, пока можешь, Прощение непрощенных, В свое вене-веде вице, В крещенье мечом и громом. Сейчас будет стихотворение, которое я обещал прочитать. К сожалению, одна также замечательная девушка в синем платье не доехала, Но для меня это стихотворение важно, Я на эту тему не написал, Но она просвещена смерти очень талантливого и знакомого мне, Не близко, но близкого по такому творческому, Ну, горячему духу человеку. Это стихотворение Стефании Дамиловой, И называется памяти Дарьи Дугиной. Я поднимаю ладонь с озерной водой, Вместо бокала и пью за нее, не чокаясь. Она была красивой и молодой, Замечательная девчонка, просто бомба. Говорят еще про таких, Просто бомба взорвалась под ее машиной. Осколок от взрыва этот стих С глазами заплаканными большими. В дым мейзанских пожаров Укутан мир, лишенный тепла. Нет ничего страшнее секунды, Когда живет, меняется, нажила. Память ее светла. Боженька, Боже, Дай же нам унести души С этой подводной лодки, А зерная водица в моей горсти Со вкусом паленой водки. Такое трагическое. Сейчас будет чуть-чуть подинамичнее, попроще. Арс, ты тут? Арсений, напомни, какой номер у Литфона. 362. Ну, значит, сейчас будет 333. А 69 есть? 69 потом, родной. Значит, стихотворение называется, ну, без шуток, 333. Или русским добровольцем. Он верил, что не все так однозначно, Что кресты и свастики для стеба, Что приличный человек всегда над схваткой, И что в драке виноваты оба. Но вкусив комфорт под глупый шум, Сладкий мед гордыни и порока, Дело изучал средь праздных слов и дум, Дело воина, как школьные уроки. Вылез из паркетного кроссовера, Хотя в нем казался значимей и большим, Стал песчинкой на сандалиях истории, С позывным, где на месте имени и отчества. Но в бою за безымянное село, Выводя мирняк из-под обстрела, Стал огромен. Ему Танос по плечу, Ему тесно, Ему море по колено. Щелкнув пальцами, Сковал, что было сломано. Мир вернул в истерзанный Донецк. Сказка ложь, но в ней намек. От века немецким танкам суждено гореть. АПЛОДИСМЕНТЫ И последнее, Крайнее, Сегодня стихотворение, СТС я бы даже сказал, Которое я абсолютно дерзко тут осенью послал на литературный конкурс. Одно стихотворение, Люди там посылали тома, Собрание сочинений. А я послал одно стихотворение И попал в список тех, кто был награжден. Мне прислали немножко хороших стихов В бумажном виде. Ну что ж, Данное стихотворение Посвящено Добровольческим отрядам, Донецким и Луганским корпусам, Вагнарам, Всех, кто сражался, Когда Донецкий и Луганский проходили эферендум. Называется «Триста краснолиманцев». Так вот, «Триста краснолиманцев». Девятый год, как нашу правду, Нося лукаво нож под сердцем, Придали подло астракизму, Но совершился эферендум. Идею Деноса свободы Воспел философ подоливый, В саду у моря, В легкой неге, Под звуки арфы прихотливый, Но враг не дремлет, И герои, как у ущелья фермопилы, Глядят от красного лимана, Как тают планы черной силы. И утвердив первичность духа, Сухим из набежавшей пены, Мы на счетах своих напишем «Донбасс фаланга референдум». Я хочу еще раз. И утвердив первичность духа, Сухим из набежавшей пены, Мы на счетах своих напишем «Донбасс фаланга референдум». Все, спасибо.